Осенняя пора добавила забот дворникам. Опадающие листья, ветки деревьев, сухие кустарниковые растения, следы мусора, бессовестно оставленного человеком, не могут оставаться без внимания людей нелегкой профессии. Справиться со всеми задачами трудно. Надо сказать, об этом прекрасно знают молодые люди Брещины, легко согласившиеся помочь блюстителям чистоты в рамках акции «Чистый лес». Юноши и девушки самых разных возрастов специально собрались вместе в деревне Черни, чтобы поучаствовать в облагораживании территории вокруг памятника воинам, интернационалистам и участка леса возле трассы. Совместными усилиями им удалось избавиться от грязи и мусора. Ежегодно, уже на протяжении нескольких лет, мы принимаем участие в добровольной республиканской акции «Чистый лес». Наши дети с удовольствием приходят, убирают в лесу, собирают бумажки. И этим мы воспитываем отношение детей к природе. Чтобы природа оставалась, конечно, чистой, это надо с детства приучать. Поэтому мы с пятого класса даже берем детей, они участвуют в этой акции, собираем мусор. Потом они говорят младшим классам, которые идут гулять в лес, чтобы бумажки не бросали. И с каждым годом, когда мы проводим эти акции, уже чище и чище становится. Республиканская акция, которая ежегодно объединяет самых разных людей, на этот раз собрала добровольцев со всего Брестского района. Инициатором встречи выступило областное государственное производственное лесохозяйственное объединение. Его представители уже не в первый раз делают все возможное, чтобы совместными усилиями облагораживание территории нашего края осуществлялось активно. Инициатором нашего министерства было этого мероприятия. Акции проводятся совместно студенты, школьники, то есть от мала до велика, и представители властной структуры, экология, корреспонденты. Это одна из основных целей этой акции – привлечь внимание людей к этой проблеме. Мероприятия, посвященные облагораживанию территории Беларуси, шаг на пути к созданию благоприятных условий жизни, чистой и красивой природе страны. Поддержка инициативы по их осуществлению молодыми людьми Брещины говорит о том, что равнодушных к проблеме порядка нет. И в будущем такие мероприятия не раз соберут желающих внести свой вклад в доброе дело. В сегодняшней акции «Чистый лес» принимают участие работники нашего комитета. Кроме того, завтра работники нашего комитета проведут уборку заказника местного значения «Барбастелла». И во всех районах нашей области тоже наши специалисты присоединились сегодня к акции, чтобы привлечь внимание наших людей к тому, что мы должны сберечь свою природу, сохранять ее в первозданном виде и не навредить ей, не мусорить в наших лесах. Тогда наше богатство будет только приумножаться. Есть такие люди, которые загрязняют лес. Многие жители леса, они не могут жить в таких условиях, поэтому нужно убрать лес. Лес засоряется. Представьте себе, никто не будет его убирать, и весь лес будет засыпан мусором этими пакетами. Даже неприятно будет прогуляться. Беречь лес нужно не от пожара, а от человека. Так когда-то написал известный российский писатель Александр Минченков. И надо сказать, оказался прав. Чистота нашей природы в наших руках. Только мы в состоянии бережным отношением к ней сделать ее еще краше. София Бережная, Сергей Куропатов, Антон Луговкин, телекомпания Бук-ТВ.